Именно здесь, в Крымском районе, шли ожесточенные бои за взятие оборонительных рубежей вермахта, от которых пошло название «Голубая линия». Там собрались ветераны Великой Отечественной, местные жители и гости. Среди них и руководитель региона Вениамин Кондратьев. Мы родились и выросли в мирное время. Мы не знаем, что такое бомбежки и вой сирен. Голод и разруха. Мы видели сожженные фашистами деревни только в кино. А те, кто воевал здесь, в Крымском районе, видели это своими глазами. Мы не имеем права забывать, ценой скольких жизней далась эта победа. Это великая победа. Дорогие ветераны, понимаю, как вам непросто сюда приезжать, вспоминать ушедших товарищей, друзей, однополчан. 70 лет прошло, а для вас все словно было вчера. Хочу сказать слова благодарности тем, кто ковал победу в тылу. Огромное спасибо тем сыночкам и доченькам 1941-1945 года, которые тоже вложили своим ожиданием и верой в победу то неоценимое, что давало бойцам жить. Дорогие ветераны, пусть ваши головы сейчас седые и руки не так сильны, зато характер по-прежнему стальной и дух крепок. Это огромная честь быть вашими потомками. Вспомнить тех, кто остался на 121 высоте, приехали ветераны со всего края. Их встречали песни «Весна 1945 года». Для каждого из них победный май – время особое. Сегодня они вспоминали о тех страшных событиях и о том, какой ценой досталась эта победа. Никогда не забуду эту сопку. Я здесь, вот мой окоп был у самолета. Там местность уже изменена после установки самолета. Здесь был, так же я помню, мой однополчанин. Были тут бои очень тяжелые. Это досталось, эта победа была здесь очень дорогая. Тут много полегло ветеранов войны. Так что здесь память должна остаться веками. Голубая линия немцев была очень укрепленная. И вот на сопке здесь особенно были очень мощные укрепления фашистов. А наши ребята вот заступали оттуда с лощины. Много было, конечно, погибших, павших. Уд palavra медиа? Удачусь. Зачал агин